Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о строительстве в Рязани. Рязанская городская дума на 29 апреля назначила в Рязани проведение публичных слушаний, на которых будет рассматриваться комплексная застройка территории на улице Зубковой за Ледовым дворцом. Там планируется построить целый микрорайон. Что это за микрорайон, как он будет выглядеть, мы сегодня и обсудим. У нас в гостях главный архитектор города Наталья Харибутова и генеральный директор северной компании Михаил Михайлов. Добрый вечер! Итак, что все-таки будут строить за Ледовым дворцом, если решение публичных слушаний будет, что называется, положительным? К освоению под развитие территории планируется порядка 50 гектаров. При этом площадь, непосредственно попадающая под строительство, составит порядка 32 гектаров. То есть это очень крупный микрорайон с населением порядка 10 тысяч человек. Особенность градостроительной ситуации этого микрорайона – это положительные моменты, такие как наличие рядом крупного спортивного объекта, это комплекс сооружения Ледового дворца. И особенность природной ситуации – наличие рядом водных объектов. Изначально при планировании этого микрорайона застройщик в основу положил комплексный подход. То есть мы понимаем, что любой микрорайон – это комплекс функциональных зон и комплекс объектов, которые должны обеспечить комфортное проживание. Подъезд к данному микрорайону запланирован со стороны улицы Зубковой. Предусмотрена развитая транспортная инфраструктура, которая позволит обеспечить подъезд к каждому дому, хранение транспортных средств жителей. И, кроме того, обеспечит возможность обеспечения парковочными местами и гостей этих жителей. Предусмотрены все функциональные зоны, их размер, их параметры в соответствии с градостроительными современными требованиями. Это зоны размещения самих жилых домов, зоны размещения объектов обслуживания для этих жилых домов, включая школу и детские сады. И функциональная зона рекреационная, которая представлена территорией рекреационной, примыкающей к водным объектам, к прудам, внутри квартальным озеленением, в том числе пешеходным бульваром и внутри дворовым озеленением. Все это позволяет говорить о том, что мы можем получить комфортный, полноценный микрорайон с развитой социальной транспортной инфраструктурой. Наталья Вениаминовна, знаете, я вот сейчас о чем подумал, по-моему, последний раз именно микрорайоны в Рязани строили в 80-х годах, когда появилась Конищево, когда появилась та же Дашкова песочня. Все, что после, это так называемая точечная застройка, когда где-то строили, ну, может, один дом, может, два, может быть, три. Но вот именно микрорайон с инфраструктурой, такого у нас не было, ну, вот лет 30 получается. Да, к освоению такой крупный земельный участок, который находится у одного застройщика, мы не видели давно. То есть, как правило, один из крупных микрорайонов, последний, который сейчас находится в процессе застройки, это микрорайон 77А, но там порядка четырех-пяти собственников. В данном случае то, что земельный участок у одного застройщика позволяет этому застройщику полностью контролировать процесс, то есть реализовывать строительство в соответствии с теми планами, которые он представляет, в том числе при рассмотрении, внесении изменений в генеральный план, либо при рассмотрении вопросов строительства. Ну, давайте сейчас мы, собственно говоря, и представим нашего застройщика, подключим к его, к нашему разговору, Михаил Олегович Михайлович, генеральный директор Северной компании. Михаил Олегович, ну, собственно говоря, вопрос, зачем оно вам это надо, да, строить не просто дома, а строить целый микрорайон? Как на это решились? Ну, я думаю, что это очень правильно, потому что в микрорайоне могут быть реализованы все условия для комфортной жизни людей. Нацел, я думаю, на, в первую очередь, парковки, нацел на какие-то регуляционные дела, на беговые дорожки, на зоны, где дети смогут гулять. Комплексные застройки позволяют реализовать очень многие вещи. Ну, у Северной компании есть сейчас проект, где комплексная застройка реализуется. Речь о микрорайоне Юный в Канищево, проект в стадии реализации. Там уже живут люди, и, как выяснила наша съемочная группа, в общем-то, очень довольны своей жизнью. Отправляемся в Канищево. Жилищный комплекс Юный расположен в микрорайоне Канищево, позади перинатального центра на улице Семчинской. Это самый молодой и современный микрорайон областного центра. Здесь возведены и уже практически полностью заселены два многоквартирных дома от Северной компании. Надо отметить, что эти новые дома проектировались как часть целого комплекса, в котором будет создана вся необходимая для жизни горожан инфраструктура. В скором будущем здесь появится школа, детский сад и различные магазины. Из преимуществ жилищного комплекса Юный – это огороженная и охраняемая территория, наличие отличных игровых площадок, где найдут время для досуга и отдыха не только детвора, но и взрослые жители. К несомненным удобствам Юного также относится и весьма большая парковочная территория перед подъездами. Ни в одном микрорайоне города, я могу на 100% рассказать, даже на миллион, уверена, что таких детских площадок и такого огромного двора нет нигде. Чтобы столько было парковочных мест, чтобы охраняемая была территория, полностью ограждена охраняемая территория. У нас охрана сидит. Очень своих плюсов много. Всегда у нас управляющая компания, особенно, следит за этим делом. У нас все в газонной траве всегда поливается, ухаживается. Зеленые насаждения, нигде столько нет зеленых насаждений. Жизнь в Юном кипит. Помимо замечательной инфраструктуры, здесь еще активно развиваются и добрососедские отношения между жителями. На этих кадрах люди отмечают в микрорайоне Масленицу. А в ближайшие выходные столь же массово там планируют выйти на субботник. Отличный пример комфорта не только в материальном смысле, но и в моральном. Репортаж из Канищева мы посмотрели. Сейчас вновь возвращаемся в Дашковую песочню, к проектируемому микрорайону. Комплексная застройка – это то, о чем говорит наш губернатор, то, к чему призывает Олег Иванович. И это тот единственный путь развития строительства в Рязани, который возможен. Потому что точная застройка – это втискивание дома в границах каких-то других домов без решения вообще абсолютно всех других проблем. То есть это, наверное, неправильно. То, что было до этого. И наша компания планирует в ближайшее время идти именно по пути комплексной застройки. То есть первый прицелочный проект – это был микрорайон Юный, сзади Семчина, где мы сейчас в данный момент строим уже четвертый дом. Совместно с администрацией планируется начать строительство детского садика в ближайшее время. Второй проект – это Дашки, который, я думаю, будет на еще более высоком уровне, чем ЖК Юный. Ввиду того, что мы изначально являемся одними владельцами. Это позволило нам запроектировать все объекты, которые по нашему разумению должны там быть. Создать ту необходимую инфраструктуру, ту необходимую планировку этого района. Следующий проект грандиозный будет – это река Трубеж, правая часть реки. Наша компания как бы приобрела этот земельный участок. Мы собираемся вернуть речку городу, единственную реку, которая протекает в городе, которая еще ни в трубе, нигде, в которой ловится рыба. И надеемся, что можно будет купаться в ближайшее время. Ну, о Трубеже мы, я думаю, в состоянии будем сделать отдельную программу, поскольку это очень интересно. А сейчас все-таки хотелось бы, что называется, до конца завершить тему строительства микрорайона в Дашково-Песочной. Скажите, когда вы уже, что называется, готовы приступить к работам? Этим летом. Планируем выйти на площадку, начать строить. Строг строительства каждого жилого дома будет в районе полутора лет. Надеемся показать высокое качество строительства, быстрый срок, чтобы все люди смогли получать свое время на свои квартиры, площади квартиры. И стоимость этих квартир будут довольно-таки социальными. То есть будут квартиры и в районе миллиона рублей, и полутора миллиона рублей, и даже там 900 тысяч рублей. Поэтому надеемся привлечь большие, широкие массы людей. Вот тем более наша компания имеет очень большое количество заявок от жителей именно Дашково-Песочной. Как-то так и сложилось, чтобы мы никогда не строили до этого жилые дома в Дашково-Песочной. Постоянно получали большое количество звонков, вопросов, а когда же планируете в Дашках? Ну, вот первый проект, с которым мы выходим в Дашки. Что вы планируете сделать его, скажем так, изюминкой? Что будет там помимо парковок, помимо детских площадок? Какие планы? Ну, планов на самом деле очень много. Начинают строительство сети кинотеатров. В данный момент ведем переговор с одной из известных московских сетей. Потому что, как ни странно, такой большой микро-район, как Дашки, а кинотеатров даже в нормальных торговых центрах расположенных где-то в сердце Дашков, их нет. Торговый дом Барс рассматривает вариант размещения своего магазина при въезде в микрорайон. Фитнес, массовый фитнес. Не какой-то элитный для дорогих абонементов, а именно массовый фитнес, куда смогут люди ходить, заниматься. Природные, скажем так, особенности, о которых упомянула Наталья Вениаминовна, это наличие водных ресурсов. Как-то подразумевается вами использовать? Ну, каскад озер, который начинается именно в этом месте и идет вплоть до территории нефтезавода. То есть есть, как бы, такие планы подпрудить эти озера, сделать береговое укрепление, дно углубления. И, возможно, надеемся, что мы получим рекреационную зону, в которой жители смогут находиться, купаться. Центром микрорайона будет некий парк, который мы будем строить, и именно в этот парк будут раскрываться дворы. Ориентация домов будет таким образом, что, выйдя из каждого дома, человек будет попадать сразу при желании в центральную часть микрорайона, именно в этот парк. Как показывает практика, очень многое зависит от так называемой социальной инфраструктуры. Под социальной инфраструктурой, прежде всего, подразумевают детские сады, школы. Действительно, с этим возникают проблемы. Планируете ли что-то внутри нового микрорайона за Ледовым дворцом Лашко-Песочнее? Вы знаете, есть такая мысль тоже у нашей компании построить некий такой симбиоз школы и садика. Это с идеей Виталия Евгеньевича Артемова. Будет, ну, планируем, что будет, надеемся, и я думаю, что будет. Это такое социальное заведение, где дети из старшей группы детского садика смогут плавно переходить в начальные классы школы. В Москве, по-моему, такой проект реализуется уже. Да, два проекта уже реализованы. Есть компания «Мортон». Мы ездили, изучали, смотрели. Получается очень комфортно для детей. Общие рекреационные зоны, стадионы, зоны для гуляния детей. Помимо того, что жители Дашковой Песочни проявляли, скажем так, интерес к тому, чтобы северная компания зашла в этот микрорайон, еще какие-то у вас внутренние, скажем так, моменты присутствуют. Собственно говоря, почему именно это место выбрали для застройки? Вы знаете, на мой взгляд, место очень уникальное. С одной стороны, Дашковая Песочня, с другой стороны, место практически на выезде из Дашковой Песочни. То есть приближенность к центру, наиболее из всех других земельных участков, которые представлены в Дашковой Песочне. В планах это сделать прокол на проезд Яблочково. То есть это позволит вообще без пробок выезжать практически. Ну, не на Циолковского, но практически. Во-вторых, как бы расположение участка по высотным отметкам таково, что участок, по сути, находится выше всех Дашков. И если вы придете к нам на участок, то вы увидите Солочью, мост через Акул. И видовые характеристики из окон дома будущего, они будут уникальны. Удачи вам в реализации этого проекта. Это была программа подробностей. Мы говорили о новом микрорайоне, которое планируется построить в Дашковой Песочне за Ледовым дворцом. У нас в студии были главные архитекторы Рязани Наталья Харибутова и генеральный директор Северной Компании Михаил Михайлов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова